Полк жив, пока есть знамя. Именно с передачи штандарта, выполненного точь в точь как оригинальный, и начинается празднование годовщины музея Александрийских гусар. В лучших военных традициях под звуки оркестра. Пятый Александрийский гусарский полк появился в России в конце 18-го столетия. В начале 20-го квартировал в Самаре. Отсюда кавалеристы и ушли на Первую мировую войну, а потом и в эмиграцию. А их наследие теперь с трудом собирают по всему свету создатели музея. Он был сделан на столетии полка 1775-1875 года. Уникальных экспонатов здесь немало. Оригинальные погоны, оружие, военная форма, подлинные документы и фотографии. В день полкового праздника для всех желающих проводят экскурсию. Гусар в натуральную величину. Именно так и выглядел рядовой Александрийского полка. Кавалеристов отличал цвет формы. За это их и прозвали черными гусарами. Головной убор украшен султаном. Даламан, как веяние в моде, надет на одно плечо, на перевес оружие. А в этих сумках гусары перевозили документы. Своё другое прозвище «бессмертные» гусары получили во время войны с Наполеоном, когда после боя, облепленных грязью бойцов, командир спутал с прусскими гусарами смерти. Их обмундирование вскоре и стало образцом для формы александрийцев. На полковом празднике и потомке славных кавалеристов офицер-подводник Сергей Батюшков, внучатый племянник Константина Батюшкова, на торжество специально прибыл из Москвы. Говорит, только благодаря создателям Самарского музея узнал о подвиге своего героического предка. Он отбил артиллерию полка, не дал её захватить. Артиллерия, как мы понимаем с вами, это немало, это важно. Защитил их, отбил, и они смогли отойти. Наседала большая воинская часть немцев, силы были неравные. Именно в этом полку служило огромнейшее количество, прежде всего, знаменитых людей. И второй момент, то, что практически все офицеры служили родными братьями. Это касается и Батюшковых, и Карымзина, и ХДБД, и Рава, и куча-куча фамилий. Сквозь призму истории одного полка создатели музея планируют знакомить жителей с событиями Первой мировой войны в целом. К сожалению, Великая война, та, которая была Первая мировая война, она немножко с нашей памяти стёрта. Гораздо меньше знаков её, гораздо меньше людей мы помним, героев её войны. Так вот, таким образом мы пробуждаем интерес. Люди, увидев Александрийского гусара, им станет интересно, что же такое было. Мы открываем это для наших граждан, в первую очередь для молодёжи. Нам нельзя терять поколение, оно должно быть воспитано на славных традициях наших предков, которые защищали нашу Родину. Музей не единственный способ сохранить в Самаре память об александрийцах. К следующему полковому празднику в городе планируется установить мемориал, посвящённый гусарам. Деньги на него уже собрали, силами меценатов и жителей. Появится он рядом с Домом офицеров. Прообразом александрийца, ведущего за собой коня, станет Константин Батюшков. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.